В Экибастузе устраняют последствия ЧАЭС. По данным местных властей, к домам подвели тепло, но в квартирах жителей по-прежнему холодно. Сейчас специалисты меняют радиаторы, восстанавливают стойки водоснабжения. В Экибастузе продолжает поступать гуманитарная помощь, работают пункты обогрева рабочим, доставляют еду и горячий чай. Техногенное бедствие лишило жителей Экибастуза не только тепла. В некоторых квартирах не было воды и света, размерзлись батареи. Целую неделю люди жили в таких условиях. Кто-то был вынужден и вовсе покинуть квартиры. Пострадавшие от аварий на теплосетях подают заявки на возмещение ущерба. В городе работают ремонтно-восстановительные бригады. Они меняют лопнувшие радиаторы, трубы канализации и водоснабжения. По данным Экимата, уже подвели тепло в подвалы всех многоэтажных домов. Показатели работы ТЭЦ постепенно приходят в норму, но жители со страхом ждут грядущих морозов. Ведь заменить за такой короткий срок изношенные на 97% тепловые сети просто невозможно. На Экибастузской ТЭЦ следующие параметры. Температура воздуха минус 15 градусов, давление в системе 9,2 на 1,8, температура 84 на 59, подпитка 360 тонн, с плюсом еще 350 тонн. Хотелось бы что сказать, что на данный момент у нас во все дома, на тепловые узлы всех домов в подвалах подан теплоноситель. Проделан огромный объем работы, восстановлены внутриквартальные сети, тепловые узлы и сейчас восстанавливаются стояки и батареи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...